Мадримов вышел в ринг в пятый раз и показал настоящий свой класс. В шестом Навара он снес без вопросов узбекский бокс. Это очень и очень. Паркер у Интерса тупо колбасил и этим себя он обезопасил. В четвертом Шондал сломался, в пятом упал. Если честно, Паркер и не сильно устал. Мартинесу с Харрисом пришлось повозиться, где-то разбить, ну а где-то разбиться. Но сила и мощь сейчас побеждают. И Мартинесу титул защитить помогают. Яфай от Гонсалеса мощно отгреб. Ему ног не хватило, динамит не помог. Гонсалес красава так бил-молотил, как стоять на ногах. Яфай позабыл. Майки Гарсия, ну тот как всегда. Сделать для победы больше, чем нужно, снова нельзя. Не рисковать и не облажаться. Но победой над Варгасом можно понаслаждаться. Обо всем об этом во вторник 3 марта. Новый выпуск The Ring Show 18.30. Это понятно. Ну а пока подпишись, поделись, поставь лайк. Не откладывай на потом. Сделай это сейчас. Приветствую всех любителей бокса. В первом поединке вечера бокса от Эдди Хир на его промоутерской компании Matchroom Boxing, состоявшегося на арене Ford Center at Star во Фриско, штат Техас. В отборочном поединке по версии WBA в первом среднем весе 25-летний узбекский проспект Исраил Мадримов нокаутировал в шестом раунде 40-летнего венесуэльского ветерана Чарли Наварро. Скорость атак, тяжелые удары и класс бокса стали определяющими факторы победы Мадримова над Чарли Наварро. Мы вынуждены признать, что у Наварро просто не было шансов победить в этом поединке даже в тех моментах, когда Израил, меняя постоянно стойки, быстро сближаясь с ударами и отходя на безопасную для него дистанцию, загонял Чарли под Наварро и он, чувствуя себя в положении волка, загнанного охотниками под флажки, вырывался с градом хаотичных, но мощных ударов, чтобы хоть как-то отогнать Мадримова от себя. В третьем раунде Мадримов забивает Наварро на канвас, но рефери признает, что это было падением, а не нокдауном. Впрочем, такая ситуация только завела Израила и он усилил в четвертом и пятом раундах свои атаки, нанося действительно мощные кинжальные акцентированные удары по первому и второму этажу Наварро. И это все привело, вот общий тоннаж этих ударов привел к тому, что в конце шестого раунда, пропустив опять же кучу ударов по корпусу, а затем акцентированный левой по печени Наварро просто вынужден был рухнуть на канвас. Впрочем, он поднялся, но только для того, чтобы продолжение поединка снова быть забитым, не акцентированными, но мощными ударами Израила на канвас. Чарли снова смог подняться, но рефери остановил бой, поскольку не видел потребности в его продолжении. Заняв позицию официального претендента, Мадрима вправе рассчитывать на проведение чемпионского боя, как против регулярного обладателя этого титула Эрис Ланди Лара, так и против суперчемпиона Джейсона Розарио. Многие говорят о том, что Лара легко переиграет Мадримова, а Розарио Мадримова просто разобьет. Может быть оно так и случится, но только перед глазами стоит поединок Мураджона Ахмадалиева против Даниэля Романа. Кто давал тогда Ахмадалиеву шансы на победу и как закончится поединок Израиля Мадримова против Эрис Ланди Лара, либо против Джейсона Росарио, только покажет само окончание поединка. В следующем поединке вечера бокса бывший обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Джозеф Паркер без особых проблем перестучал тяжелыми ударами и нокаутировал в пятом раунде бывшего ветерана Крузир Вейт, а теперь уже ветерана Хэви Вейт Шондала Террела Уинтерса. С самого начала боя Паркер дал Уинтерсу ясно понять, что общий тоннаж его ударов не идет в никакое сравнение с теми ударами, которые наносит Уинтерс. Паркер забрасывал удары с дальней дистанции, довольно-таки тяжелые удары, и потом проходил на среднюю дистанцию, опять же-таки с ударами входя в ближний бой, где ему явно не хватало воздуха для того, чтобы разогнать руки в действительно мощных ударах. Это использовал Уинтерс. Как раз вот в борьбе в клинче он улучал моменты, и на выходе из борьбы он наносил апперкоты, либо боковые, которые, впрочем, на Паркера не оказывали никакого влияния. Тяжелые удары Паркера привели к тому, что в конце третьего раунда Уинтерс пропускает кросс от Паркера, и оказывается на конвасе он поднимается, и даже сумел выстоять под ударами Паркера, закрыв третий раунд, но в четвертом начал пропускать все больше и больше, а в конце пятого, пропустив плотные удары от Паркера с двух рук, опять оказывается на конвасе, поднимается, но рефери его сжимает в объятиях и сообщает, что для Уинтерса этот поединок закончился. И теперь Паркеру остается только одно – набраться терпения и дождаться окончания разборок Пулева с Джошуа, Усика с Чисорой, потом Джошуа с Усиком, и получить возможность выйти в ринг, оспаривая право на титул чемпиона мира. Когда это произойдет, мы предполагаем, что где-то в конце лета – начале осени. Чемпион мира по версии WBC в наличайшем весе Хулио Сезар Мартинес успешно провел первую защиту титула в довольно-таки проблемном поединке, победив единодушным решением судей Джея Харриса. Бой получился по-настоящему добротным, плотным и зрелищным, показав, что разница стилей может сделать бой чрезвычайно интересным. Ришер Сформер Мартинес шел вперед, абсолютно не задумываясь о том, что ему предстоит делать. Он забрасывал тяжелые удары с двух рук с дистанции, что помогало ему выходить на среднюю и ближнюю дистанции, где он подхватывал свою атаку довольно-таки тяжелыми и не всегда акцентированными ударами по этажам соперника. Джей Харрис обладал куда более высоким классом бокса, но ему явно не хватало динамита в варежках. На мой взгляд, если бы Джей уперся в первых двух раундах и четко бы стопил встречными ударами Мартинеса, а затем и подхватывал свою атаку, бой мог бы быть совершенно другим. А так Джей иногда мог перехватывать атаку, но сломать Мартинеса в его жестком и прямолинейном продвижении вперед с довольно-таки тяжелыми ударами Джею не удавалось. Ну а в десятом общий тоннаж ударов Мартинеса, особенно по первому этажу, вынудил Джея взять колено. Настолько, в общем, здорово ему досталось. В одиннадцатом и двенадцатом раунде мы увидели чрезвычайно конкурентный бой и, к сожалению, опять же, Джею не хватило динамита в варежках, чтобы остановить Мартинеса, который и пришел к финальному гонгу единодушным лидером на картах всех трех судей. Для Мартинеса интрига сохраняется только в одном. Будет он и дальше проводить защиты своего чемпионского титула, либо выйдет на объединительные поединки. И поскольку чемпион мира по версии WBA Артем Далакян выбыл из конкуренции по крайней мере до осени этого года, то возможными соперниками для Мартинеса могут стать обладатель пояса чемпиона мира по версии IBF Марутин Талани, либо обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA Кассей Танака. В главном поединке андеркарта обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA в первом наилегчайшем весе Халид Яфай, проводя шестую защиту своего чемпионского пояса, не смог удержать его в руках и проиграл Роману Консалесу техническим нокаутом в девятом раунде. В принципе мы можем предположить, что хотел сделать Яфай в этом поединке. Что и в других боях. Работать на отходе, контр-панчить, обманывать, проваливать соперника, то есть обыгрывать его на движении, на скорости и на классе. Ну да, Консалес в свою очередь понимал, что он будет делать, а именно работать плотно, постоянно, многоударными комбинациями и абсолютно не важно, что будет делать Яфай. Консалес просто был уверен в том, что рано или поздно он своими ударами разобьет, расколотит, сотрет в порошок Яфая и это будет досрочная победа. Яфай пропускал очень много и все, что он не пытался сделать, не работало. И на лице Яфая было написано где-то в середине раунда отчаяние. Он боролся, он понимал, что он ничего не может сделать, но сдаться, то есть капитулировать он тоже не мог, поэтому, знаете, это был отчаянный жест человека, который погибал, но не сдавался. Это, конечно же, заслуживает уважения, но в восьмом раунде Консалес не просто забил, он настолько засуетил своими ударами Яфая, что тот с ужасом вынужден был встать на колени, чтобы уйти от этого уничтожения, тотального уничтожения. Ну и в девятом раунде, опять же, тяжелые удары Консалеса, в конце концов сделали свое дело. Классическая двойка сбивает Яфая на канвас, он поднимается, его шатает, и рефери обнимает его и останавливает поединок. Здесь интрига заключена в следующем. В контракте на поединок Яфая против Консалеса существовал обязательный пункт о проведении матча реванша. Теперь у Халида есть 30 дней, чтобы дать окончательный ответ, будет он входить в матч реванш, либо откажется от проведения такового. Многие говорят о том, что второй поединок между Яфаем и Консалесом не имеет смысла, но это уже решать самому Халиду. Поэтому ждем его решения. В главном поединке вечера бокса Майки Гарсия стал обладателем вакантного титула чемпиона мира WBC Diamond во втором полусреднем весе, победив единодушным решением судей Джесси Варгаса. В принципе, бой развивался так, как мы и предполагали. Гарсия делал для победы ровно столько, сколько необходимо, абсолютно отказываясь взвинчивать темп даже после удачно проведенных комбинаций, либо идти на риск в поисках нокдауна или нокаута. Он был осторожным и важным для него в его работе было «Не дай бог я пропущу, я буду делать все, что угодно, но пропустить я не должен». И это, в принципе, делало работу Гарсии в ринге довольно-таки скучной. Варгасу отдадим должное. Он делал все, что только может делать Варгас. Он был плотным, он наносил довольно-таки акцентированные удары и явно был угрозой для Гарсии и реально бы смог победить Гарсию, если бы случилась пикировка. Но вот, опять же, начиная атаку, Джесси не всегда мог ее продолжать. Постепенно плотность атак Варгаса начала его истощать, и Гарсия все больше и больше находил паузы между атаками Джесси, чтобы просовывать свои удары, тоннаж которых был довольно-таки неприятен для Варгаса. И в пятом раунде он вынужден был даже оказаться на конвасе. Впрочем, Джесси Варгас, это есть Джесси Варгас, он поднялся с улыбкой и продолжил бой. Сделал его для Гарсии по-настоящему конкурентным. Достаточно посмотреть на лицо Варгаса и на лицо Гарсии, чтобы понять, что бой был довольно-таки сложным. Предсказуемая победа Мигеля Анхеля Гарсия на Джесси Варгасом. Но, опять же, победа абсолютно справедливая. Мы не оспариваем победу Майки. Но, ну вот остается вот это но, в котором сквозит неудовлетворение и даже некая злость в понимании того, что Гарсия может быть куда лучше. После боя Майки Гарсия уверенно заявила о том, что рассчитывает на проведение поединка против Мэнни Пакьяо, Теренса Кроуфорда, либо реванша против Эрола Спенса. Мое мнение таково. Я бы ни цента не заплатил за эти поединки, поскольку Майки Гарсия своим осторожным стилем просто перестал быть интересным. Конечно же, Эдди Хирн может организовать бой Гарсии против Мэнни Пакьяо в Арабских Эмиратах. И это будет бой не ради чести и гордости, а просто за большие деньги. Бой Теренса Кроуфорда против Майки Гарсия также может быть организован. Но это будет самый нудный поединок из всех самых нудных поединков бойцов топового уровня. И если говорить о реванше Майки против Эрола Спенса, то здесь все зависит от того, насколько быстро восстановится Эрол после травм, полученных в автомобильной аварии в конце прошлого года. Но мне кажется, что и этот поединок не будет конкурентным. А сейчас идем к маленьким новостям большого бокса. Бывший чемпион мира в Хеви Вайт Энди Руиз заявил о том, что он собирается сначала вернуться в тренировочный зал, а затем и вернуть себе утраченный титул чемпиона мира. Для этого ему сначала нужно найти тренера, постояться, удержать свой боевой вес в пределах 113 килограмм, затем провести разминочный поединок против Оскара Риваса, затем выйти на отборочный поединок против Луиса Ортиса и затем выйти в ринг против Тайсона Фьюри либо Энтони Джошуа. Как вам план действий Энди Руиса? Единственное, что смущает, эти слова Энди Руиз произнес в компании друзей, где попивал стопку текилы за стопкой текилы. Менеджер Диантея Уайлдера Шелли Финкель и промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум выступили совместным заявлением, в котором рассказали, что они начинают работу на третьем поединком Уайлдера против Фьюри. Скорее всего, этот бой состоится 18 июня в Лас-Вегасе, штат Невада. По словам Эдди Хирна, поединок Александра Усика против Деррика Чесоры состоится на Оу-2-арена в Лондоне 23 мая. Дядя и тренер Флойда Майвезера Джефф Майвезер заявил о том, что его племянник готовит большое возвращение, а именно в один вечер собирается провести два боксерских поединка. В первом он даст возможность реваншироваться за проигрыш Конору Макгрегору, а второй бой проведет против Хабида Нурмагомедова. Для этого якобы Флойд встречался с Даной Уайтом, и они договорились, что эти оба поединка снова будут проходить по правилам бокса. Так это или нет, мы узнаем, конечно же, чуть погодя. Но, по крайней мере, Джефф Майвезер говорит, что его племянник надерет задницу что Конору, что Хабибу. Предстоящий уикенд будет нам интересен только одним поединком. Это будет майн-ивент вечера бокса Тома Брауна и его TGB Promotions. На арене Барклайс Центр, Бруклин, штат Нью-Йорк, отборочный поединок по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе проведут олдскульный Адам Ковнацкий и финский гигант, который не может похвастаться великолепными навыками бокса Роберт Хелениуш. И прежде чем рассказать о том, каким, возможно, будет поединок Адама Ковнацкий против Роберта Хелениуша, я посчитал нужным рассказать вам о той ситуации, которая сложилась с чемпионством по версии WB в тяжелом весе. Итак, завоевав в 2017 году титул обыкновенного чемпиона, Мануэль Чар так и не провел по сегодняшний день ни одной защиты такового. В мае 2018 года он должен был провести поединок против Фреса Акенда, который выиграл торги на правоорганизацию этого боя, но, как оказалось, у Акенда просто нет денег. Поединок был назначен на сентябрь 2018 года и его организатором должен был выступить Мануэль Чар, но тогда Мануэль попался на употреблении очень жестких стероидов и вы думаете, что он был наказан большим штрафом и довольно-таки проложительной дисквалификацией, как это было в случае с Жарлом Миллером? Нет, нет и еще раз нет. Довольно-таки незначительный штраф, небольшая дисквалификация и в 2019 году Мануэль Чар снова не выходил в ринг и пояс чемпиона мира по версии WBA просто завис в воздухе. И вот сейчас наконец-то руководство WBA одуплилось, назначив торги между Мануэлем Махмудом Чаром и Тревором Брайаном. Как закончится эта история и когда же состоится многострадальная защита Чаром своего чемпионского титула покажет время. И теперь о поединке Адама Ковнацки против Роберта Хелениуша. Знаете, насколько этот поединок будет зрелищным, интригующим, зависит напрямую от Роберта Хелениуша, от его функционалки, физического состояния и, конечно же, психологического. Почему? Навыки бокса у Роберта Хелениуша, он прав говоря, об этом повыше. Но вот только Адам Ковнацкий, который принадлежит колдскульной школе, необычайно жесток, жесток и тяжел. Вся проблема между Хелениушем и Ковнацкий в том, что Хелениуш готовит свои атаки и это можно увидеть. В свою очередь Адам бьет без замаха, бьет очень тяжело. И опять же он, в отличие от Хелениуша, может, что называется, взять на себя удары соперника, выстоять, выдержав их и тут же ответить еще более жесткими и тяжелыми ударами. Начало боя будет довольно-таки, с одной стороны, не быстрым, но весьма тяжеловесным. Задача, что у Роберта, что у Адама, будет состоять в одном. В первых раундах боя постараться потрясти своего соперника и замедлить его. В свою очередь это даст уже возможность доставать его более тяжелыми ударами, которые будут нанесены по выбранным целям. Сможет ли Роберт Хелениуш включить ноги, показать действительно технически совершенный бокс, находясь под градом ударов Ковнацкого, еще тот же вопрос. Ковнацкий никогда не напрягается, он просто преследует своего соперника и наносит тяжелые удары. Он прост в своем стиле, но также этот стиль очень тяжел для тех бойцов, которые выходили против Адама в ринг. И выдержит ли Роберт Хелениуш вот этот постоянный прессинг, Адама Ковнацкий покажет сам бой. Но надо признать, что после прохождения экватора, где-то ближе к чемпионским раундам, у Ковнацкий падает функционалка. Он уже не такой взрывной и его удары не настолько тяжелы, как в ранних раундах. И если Роберт Хелениуш сохранит функционалку и физику вот к чемпионским раундам, он сможет опрокинуть Адама Ковнацкий. Мы предполагаем, что Адам Ковнацкий победит либо техническим нокаутом, либо решением судей. А у Роберта Хелениуша только один шанс на победу и это победа нокаутом. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске The Ring Show. Прощаюсь, призываю вас заходить на наш YouTube канал, подписываться на него, делиться нашими видео, жать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, оставлять свои комментарии и реакции. Если сможете помочь нам в нашем развитии, давайте вместе делать большое поистине великим. А вот как вы можете нам помочь, читайте в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии вверху. Ищите нас в социальных сетях и пабликах в Твиттере, Инстаграме, Вайбере, Телеграме. Конечно же, становитесь нашими друзьями на Facebook. Пишите нам по адресам нашей электронной почты и приглашаем вас посетить наш информационно-аналитический ресурс theboxing.com.ua И, конечно же, помните, где бы вы ни были и что бы с вами ни происходило, все всегда будет в бокс! Субтитры сделал DimaTorzok